Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкодов. Специально для компании Markets. Записываем наш еженедельный обзор рынка криптовалют. Начнем с битка. Значит, что у нас по битку? Все-таки цена вышла выше зоны 40, там 3,544. Идем дальше наверх. Думаю, цель может быть где-то даже 48. То есть, можем пойти тестить вот этот хай. Возможно, что пойдем выше. Пока у нас тренд сохраняется на недельном графике. Мы видим, что тренд наверх. Каждое падение выкупается. Был у нас здесь уровень. Вот можем его в принципе отметить. Вот эта зона. Это 48,200. Был тест. С первого раза не пробивается обычно такие уровни. Очень редко пробивать с первого раза. Ну, с третьего уже. То есть, был один раз, второй. И вот на третий, на четвертый могут пробить. Единственный момент, что биткойн немного перегрет уже. Очень много сходил. Хотя, тренд у нас не менялся. У нас уже набрали вот такую вот силу. Если мы вот так просто посмотрим. В принципе, можем где-то ходить к вот этой линии восходящего тренда. Такого уже можно сказать глобального. И в целом можем протестить, но в целом тренд у нас сохраняется наверх. Значит, смотрим дальше. Эфир. Эфир пока выглядел как биток, но я думаю, что он еще себя покажет. То есть, он покажет себя сильнее. Я думаю, когда пойдет хорошо эфир, пойдет у нас и альтсезон. Поэтому эфир также смотрим на продолжение. Единственный момент, что он уже немного вырос, так сказать. И я бы подожрал какую-то консолидацию. Возможно, где-то с вот этой вот зоны, с вот этой вот зоны, где-то 2-390 рассматривать на продолжение роста. Вот этого нужно дождаться отката, что было консолидация. Ну, или где-то здесь, чтобы постоял, потому что прошел уже нормально и может немного зарядиться энергией, чтобы идти дальше. Значит, пошли дальше. Ада. Смотрим. Ада у нас, ну, в принципе, была сильнее рынка. Была сильнее рынка. Где-то мы нащупали вот здесь поддержку от зоны, где-то 0.46. И пока вот здесь она консолидируется. Ну, пока мы далековато стоим. Если даже убрать, то стоп, если сюда, ну, это 10% стопа. Ну, многовато, я бы сказал. Поэтому нужно либо поджать откат, либо смотреть где-то выше вот этих вот локальных зон. Вот, например, там 0.53. Вот этот локальный такой high, который у нас был. Можно посмотреть выше него. Поэтому пока на момент я бы не заходил. Прям в данную секунду. Биткоин кэш. Здесь также консолидация. Очень красиво он стоял 220. Мы с ребятами, кстати, брали у меня в комьюнити лонг по этому инструменту со стопом ниже вот этих всех лоев. То есть там по 209 стоп. Да. Ну, это такая была долгосрочная сделка. Но учитывая какая тут консолидация, какое накопление, я думаю, что мы можем очень хорошо выйти, учитывая, что мы уже здесь ходили. Посмотрите. Был первый импорт, там откат. Постояли, постояли, постояли. Собираются прям в таком восходящем таком канале. И если будет пробой вот этой верхней границы, вот, или уровень там 300, то я думаю, что может быть и на 400, на 500. Поэтому можно его рассматривать. Но если вам позволительно такой большой стоп, потому что этот стоп больше, ну, почти 20 процентов от стоимости инструмента. Ну, это такая долгосрочная сделка в долгосрок. Монеро. Монеро слили. Нам написали, что его длистят там с Бинанса, с других бирж и так далее. Поэтому слили, но, возможно, будут выкупать. То есть он очень долго стоял. Такое большое движение, на огромном объеме было. И сейчас он стоит в консолидации. Ну, можно рассмотреть какие-то еще будут отскоки. Если сейчас где-то еще сходит, например, на 110, может, там, если будут стоять, можно какие-то отскоки ловить. Хотя я вот такие инструменты не очень люблю такой торговать, потому что сейчас уже непонятно. Сейчас может пойти и на перелом, может пойти и выкупать это все движение. Поэтому, ну, монета сильная в целом. Есть у меня капитализация хорошая. Я думаю, что может восстановиться, но со временем. Как это было у нас там по Ripple, по Бинансу и так далее. То есть это не сразу. Так далее. BNB. BNB у нас пока стоит в 290 там уровень есть. И есть High там 340. Растет. Растет против рынка. Но на данный момент тоже уже вырос. Я бы не спешил тут со входа и, возможно, выше брать уже там 320 или 340. То есть где-то вот оттуда смотреть. Ну, или на Аркаде в зону там хотя бы 295-293. В данный момент, ну, может пойти в любую сторону. Ну, или смотреть уже мелкие таймфреймы, где-то там на 15-ти минутки. Хотя, смотрите, ну, много-много прошло. Я бы не спешил. Лайткоин. Пока он на месте. У него был халвинг, там был вырос до 120 долларов. Сейчас слили, опять накопление идет. Ну, такая монета старая. Это старый такой дед, который пока не ходит. Пока не ходит нормально. Ну, есть поинтересные инструменты. Хотя, ну, может где-то исходит. Да, там, ну, просто это можно долго тут сидеть. Я еще, кстати, сейчас... Ага, ну, сейчас Солана это метод, потому что мы сюда добавили Солана. Так, ALGA. ALGA очень хорошо. Смотрите, откат. Тут стоит, в принципе, можно или рассматривать 0.15-4, или взять выше вот этой консолидации. Смотрите, то есть вот эта консолидация. Если выйдет выше где-то 0.16-8, 0.17 с закреплением, то есть я думаю, что может полететь. Видимо, реально 0.23. Ну, или рассматривать тогда с отката где-то вот отсюда. 0.15-4. Вот такое у нас сейчас такое коротенький здесь range формировался. А там тоже самое вообще рисуется, как вот было Пауэлда. Почти одна и та же картина. Либо вроде выше вот этих вот локальных хаев, либо от вот этого ниже уровня вот 8.80t. Вот это вот можно отсюда рассматривать, если будет откат. Дальше. АВЕ. Не показывает. Что-то он не подгрузился. Ну, такой, да. Графика маловато, конечно. Ладно, посмотрим дальше, что у нас тут еще есть. АХС. АХС тоже самое. И можно рассмотреть где-то от 6.7. 6.7. Или нет уже ничего. Или где-то вот 7.2. А вот тут. Ну, это хорошее. Вот зона 6.7. Поэтому можно смотреть оттуда. Дот. Полка Дот. Он тоже не подгружается с чего-то. Что-то сейчас инструментов перестало подгружаться. Не знаю почему. Ну, дэш посмотрим тоже. То же самое, кстати. Подальше. ЭОС. Ну, ЭОС у нас более старый, конечно, инструмент. Может, и подгрузиться. Давай. ЭОС, конечно, так же не подгружается. Линк. Что-то вот история. Линк, кстати, вот. Линк я брал, ребята. Что хочу сказать, что линк я брал. Линк я брал. И, значит, у меня вход был вот вчера. Я брал с вот этой вот зоны. Даже вот чуть-чуть ниже. 18.7. У меня был заход. Часть я уже закрыл. Я думаю, что линк после выхода там с консолидацией. Он очень долгостоярное копление между 14 и даже 12 и 17. Вышел наверх. Я думаю, что мы можем видеть спокойно там 22-25 по этому инструменту. Поэтому можно рассматривать на откатах. То есть на откате каком-то. Словить его со стопом. Рассматривать на продолжение роста. Очень неплохо он смотрится. Мина. Центрлэнд. Это мана. Не мина, а мана. Мана у нас упала. В принципе, тоже на отскок можно смотреть. Что-то, видите, не грузит. У нас полигон Матик. Сейчас еще посмотрим. Что-то они не подружаются. Что-то они не подружаются. Мы сейчас, конечно, можем рассмотреть его с другого ракурса. Взять, например, вот отсюда Матик. Мы сейчас глянем, потому что что-то оно грузило, теперь не грузило. Вот Матик, смотрите. Значит, Матик хорошо отстоялся. С нижней границы 0.72. И с целью 0.95. Можно смотреть. Ну, сейчас внутри диапазона, поэтому такое себе. Солана посмотрим. Солана тоже хотела USD. Можно глянуть на Binance, кстати. Да, график имеется в виду. Значит, тоже она сходила, но нужно. Тут уже есть вот эти вот ХАИ-106, там 108 и так далее. 106-108 я бы тут уже не спешил. Ну, или где-то с отката брать от 94. Видите, вот мы дошли до локальных зон. И не факт, что он будет идти дальше. То есть, вот такая вот ситуация. Что у нас там еще? SNX, Uniswap, XLM. SNX. Посмотрим. Также локально смотрится, но хорошая зона от 3.05. Сейчас уже оно что-то так себе выглядит. 3.05. Ну, да. SNX. FETO еще там у нас есть тоже. Ну, то же самое. Смотрите, графики почти одинаковые. Что я хочу сейчас сказать, что графики у нас почти одинаковые. И входит все вместе. Uniswap. Uniswap, кстати, хорошо. Он тоже, он такой накопился. Смотри, какое вот накопление объема повыходили. И при выходе там, думаю, выше 8 долларов вообще может улететь. Ну, рассмотреть либо там 5,7 где-то, ну, либо где-то локально тут. Так же. Ну, вот, можно привязаться, например, 6.33, да. Ну, с этого нужно анализировать обязательно биток, потому что все ходит за битком. XLM, XRP и TRX. TRX. Это интересно, кстати. TRX, ага, слили уже сегодня. Он очень хорошо шел, смотрите, против рынка. Ну, уже слили. Уже слили, поэтому... Ну, либо шорты где-то смотреть. Шорты на отскоке, возможно, с каким-то откатом. Потому что прошел он достаточно много. И может хорошо откатиться. Ripple 0.5. Это у нас уровень также тут со схвастом был. Ну, как-то, видите, 0.54, 0.57 постоянно там был уровень. Не смог он закрепиться. И завалили это все... Этот весь инструмент, как бы, да, обратно. И опять встал. Я уже там очень много сажу, 4 года. Я об этом говорил. И никак он не может пройти, как бы. Ну, уже надо сидеть. Что уже делать? XLM тоже. Lumen. Ну, прошел. Я бы пока сюда не лез. Как-то он так себе смотрится. XLM и Tezos еще посмотрим. XTZ. В следующий раз надо будет уже подгрузить график. Он грузился, потом опять не грузится. О! XTZ, кстати, нормально. Вот. Вот есть привязка 0.95. Вот зона, с которой постоянно были движения. И сейчас он вышел наверх. Ну, и теперь локальный. 1.03. Если пробьют, то, я думаю, может хорошо пойти. Ну, очень хорошо он тут стоялся. Видите, вот сейчас пока зажат. Пока зажат. Вот в этой вот зоне. 1.03. 0.95. Или верхняя, или нижняя граница можно рассматривать. Если выйдет выше верхнее закрепление, можно смотреть с целью там 1.25 даже. Поэтому вот такой у нас обзор. Видите, больше инструментов. XTZ. Еще добавили больше инструментов. Тут у нас было вот уже 555. Фьючерсы, там, акции, крипта и так далее. Поэтому можете, ну, конечно же, металлы, нефть. Все можно торговать и в доме-терминале. Поэтому, кто еще не открыл, открывайте счета, торгуйте компанией Марс. Наши партнеры уже достаточно длительное время. Значит, смотрите за рынком. Стоп. Думайте о рисках, ставьте стопы. И увидимся в следующих обзорах. Посмотрим, как отработали наши идеи. Всем хорошего дня. Прибыль не сняла. С вами был Роман Шкутеров. Всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok